Программа предназначена для аудитории от 16 лет. За культурными новостями вместе с нами следит бильярдный клуб «Бест». Только уверенный в себе, спокойный и самодостаточный человек так точно бьёт по шарам. Здесь счёт идёт не на секунды, а на минуты и часы расслабляющей игры на бильярде. Убедитесь сами, приходите в бильярдный клуб «Бест». Мы по-прежнему на Лепсе 4. Заказ стола 58-74-14. Бильярдный клуб «Бест». Командная игра индивидуальностей. Всегда к вашим услугам японская и европейская кухни. Ежедневные скидки. Подробности в группе ВКонтакте. Культ поход. О да, это программа «Культ поход» на 101.0. В культурный поход сегодня приглашают вас отправиться Николай Голиков. Владимир Сметанин. В первую очередь мы благодарим нашего партнёра, бильярдный клуб «Бест». Если вы не знаете, что он представляет собой, то мы вам подскажем. Это 9 столов американского пула, 6 столов русского бильярда, снукерный стол. К вашим услугам европейская и японская кухня. Ежедневные скидки и акции клуб «Бест». Это школа бильярда для детей и взрослых. Индивидуальные групповые занятия. Если вы хотите провести корпоративный турнир по бильярду, то бильярдный клуб «Бест» организует его на высшем уровне. Находится клуб на Лепсе 4.2. Телефон для справок 58-74-14. Бильярдный клуб «Бест» — это прекрасное место как для романтических свиданий, так и для дружеского общения. Вот так вот. Ещё раз спасибо. Сегодня в рамках культ похода мы будем разыгрывать по традиции всевозможные билеты, пригласительные книжки у нас есть. И у нас есть, конечно, сегодня гость. Да ещё какой! Это Генрета Чапурина, заведующая выставочным залом Вятского художественного музея имени Воснецовых. Генрета Альбертовна, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. И вы пришли не с пустыми руками, в том числе и призы принесли, которые мы разыграем. И загадки приготовили. И загадки тоже приготовили. Мы с Николаем тоже заготовили загадки. Мы чуть позже озвучим тот список подарков, который у нас есть. Сначала всё-таки начнём с того, чем сейчас живёт выставочный зал Вятского художественного музея. И, собственно, на какие мероприятия вы можете нас и наших слушателей пригласить? Ну вот сегодня наш зал живёт очень бурной жизнью. Карл Липнихта, 71. И когда он не жил бурной жизнью? Сейчас вот особенно, потому что приехала выставка из Санкт-Петербурга, мастерская САМПО. Это плотники, художники, столеры попытались изобрести неизобретаемое, то есть то, что не создал в своё время великий Леонардо. Выставка называется «Живая механика» да Винчи, и она уже два месяца радует наших жителей. Приходят все возраста, даже малыши двухлетки. Настолько интересна и необычна эта выставка тем, что под интерактивностью понимается крутить, вертеть, трогать, фотографироваться. То есть можно трогать руками? Да, всё можно трогать. Это уже такой новый музей, что называется. Ну, ноль плюс у вас возрастное ограничение для этой выставки. Практически, да. Потому что заходишь в зал, и на самом деле хочется что-то взять в руки, что-то повертеть, потому что очень познавательная выставка. Ну, ещё, наверное, аромат дерева. И аромат дерева, безусловно, это сосна, липа, дуб. То есть плотники поработали на славу. То, что Леонардо не сделал по своим схемам и чертежам, попытались сделать именно в Санкт-Петербургской мастерской САМПО. На самом деле, таких мастерских не одна в России, но начиналось всё, конечно, с итальянской мастерской. Понятно, почему. На родине. Но я думаю, что очень хорошо удались изобретения военные, воздушные, механические. Всё, что сейчас, на самом деле, пользуется в современном мире, в разных отраслях человеческой жизни. Поэтому до 19 февраля всяк входящий наш зал посмотрит не только механику, но и пройдёт, как бонус будет для них выставки двух живописцев. Первый московский живописец – это Юрий Попков. Это личность удивительная. Это племянник того знаменитого Виктора Попкова, который стоял у основания сурового стиля. И Юрий Попков практически предоставил нам такую уникальную возможность познакомиться именно с тем миром условностей. Что такое суровый реализм? Ты не жил, наверное, в этом время. Давайте сейчас подробно обо всём. Виктор Попков – это, конечно, личность уникальная. Он рано ушёл из жизни. Но судьба у него очень сложная была. Он был и признанным гением, и в то же время, и изгоем в своё время. И суровый стиль – это 60-е, 70-е годы, когда изображался человек труда. Без всяких прикрас. Без всяких прикрас. Без такой романтики, без этого флёра. Вот как оно и есть, такие суровые люди. С суровым лицом морщинистым, с большими руками. Гранёные лица были такие. Но Виктор Попков подошёл по-другому к этой суровости. Он изобразил, практически оголил человеческую душу. Это полотна его, это просто человеческая жизнь. И вот именно этот романтизм и перенял у своего великого дяди Юрия Николаевича Попков. И он пошёл дальше. Он стал, как он сказал, прежде чем писать, нужно научиться мечтать. И вот эти свои мечты-видения, как мы их называем, картины-видения, это тоже история нашей человеческой души. Здесь не только портреты. Здесь есть, конечно, и... Говорите, говорите, нормально. Просто аппаратура так не работает. Здесь есть взаимоотношения человека с человеком, человека с природой, человека с человеческой судьбой. То есть здесь есть какие-то, на самом деле, видения, которые, может быть, мы не увидим в сегодняшнем дне, но вдруг увидим в завтрашнем. А Надежда Фролова, это, как мы называем его, наш огонёк... Это ещё одна выставка, мы уже к ней переходим, да. ...в вятском искусстве. Она дополнила нашу выставочный зал одним залом, где представила истории снов и сновидений. Почему мы их состыковали вместе? Нам показалось, что вот именно фигуративно они как-то немного похожи. И эта девушка молодая, но она уже член Союза художников, и показала нам то, что она видит во сне, и то, что мы, может быть, не можем рассказать, но можно изобразить в красках. Подождите, она видит сны? Она видит сны? Именно она, Надежда Фролова, а затем это всё переносит? А затем всё переносит на холст. И получилась история сновидений о, я только сказала бы, об одном человеке, потому что у неё на холстах мы замечаем одну фигуру, один силуэт, один взгляд, одно лицо. Но это оказался существующий музыкант, я не буду называть его имя в эфире, здесь в Вятке, сказали, что очень талантливый. Наш музыкант? Да, наш, в Вятке. И очень красивый, очень красивый. Помимо, значит, этого лица... Девчонкам снится. Девчонкам снится. Мы ещё увидим и лица рок-музыкантов, и увидим, конечно же, путешествия, надежды по солнечному Крыму, то есть вода, воздух, кипарисы. Причём вот эти вот экзотические растения, они тоже встречаются и у Попкова в картинах. То есть такой райский сад во всех трёх залах. Такое происходит взаимопересечение вот этих вот выставок. Да, удивительно. Ну, а райский сад у да Винчи-то где он там? У Попкова, Юрия, и у Надежды Фроловой. Понятно, понятно. А Надежда какие-то эскизы делала во время своего путешествия по Крыму? Или это всё потом уже? По памяти. Все художники ездят с карандашом, с альбомом, безусловно. А там уже большие произведения, свои работы в материале, они делают уже по эскизу в мастерской. Но ещё одно имя я хочу сказать, что вместе с живописью у нас выставляется художественная керамика. Художников-керамистов у нас не так уж много в Вятке, и мы представили Владимира Суворова, это город Кирово-Чепецк. Это известный художник-керамист, он имеет звание народного мастера, но не так давно стал и членом Союза художников. Он впервые выставляется своими работами в нашем городе? Вот такая как бы первая выставка персональная. Персональная первая выставка, да? Потому что он без других керамистов, именно с живописцами, выставляется впервые у нас в зале. Это тоже интересный очень художник, который тоже мыслит неординарно, и его керамика плавно переходит в скульптуру. Вот такая скульптурная керамика. Тоже очень философичные вещи, которые очень плавно, очень хорошо легли на этих живописцах. Это какое-то новшество какое-то в мире искусства? Или уже давно открытые какие-то вещи? Как мы знаем, это все равно такие больше вещи, может быть, и утилитарного характера, и сувенирного характера. То есть, чтобы перевести керамику в скульптуру, это нужно, конечно, иметь и какой-то художественный уровень, и вкус, и подготовку, безусловно. Но научиться образно мыслить, наверное, это нужно, может быть, с рождения иметь. С этим нужно родиться, наверное, все-таки. Научиться этим сложно. Поэтому, что представляет Владимир Суворов, это очень интересно. Например, любовь, которая пронизывает всех трех авторов, и без которой практически человеческая жизнь невозможна, в керамике у Владимира она рождается в виде птицы, которая оберегает яйцо большое. Вот это любовь. Любовь у Фроловой надежды — это, безусловно, человек, реальное лицо, да? Либо это вода, небо, воздух. У Попкова это тоже человек, но он взаимосвязан и с прошлым своим, и с будущим. То есть вот такие люди, которые умеют рассуждать, и не только словесно, а умеют рассуждать на полотне, красками, на холсте, то это, конечно, дар Божий. Генрия Альбертовна, перед тем, как мы сделаем небольшую паузу, я все-таки предлагаю озвучить вам те призы, которые вы нам сегодня принесли, и которые мы чуть позже разыграем среди наших слушателей. Куда смогут отправиться наши победители сегодняшние? — Я принесла три пригласительных на выставку «Живая механика» да Винчи, пригласительные на две персоны. Пригласительные действуют до окончания выставки, до 19 февраля. Три пригласительных на «Живую механику» да Винчи, каждый на двух человек. — Да, на двух человек. Но для этого нужно ответить... — Подождите, вопросы чуть позже. — Будем задавать. — Это все призы или что-то еще есть? — Все. Три пригласительных билета, каждый на двух человек, на «Живую механику» да Винчи. Удивительные конструкции, механизмы... — Которые можно потрогать. — Механизмы, которые потрогают. Все они из дерева сделаны. — Все сделаны из дерева. — По реальным эскизам знаменитого ученого. — Все чертежа. — По чертежам. Все это в выставочном зале Вятского художественного музея. Об остальных призах мы расскажем спустя... — 30 секунд. — 30 секунд. — Тут чуть больше, наверное. — Программа предназначена для аудитории от 16 лет. — За культурными новостями вместе с нами следит бильярдный клуб «Бест». — Только уверенный в себе, спокойный и самодостаточный человек так точно бьет по шарам. Здесь счет идет не на секунды, а на минуты и часы расслабляющей игры на бильярде. Убедитесь сами. Приходите в бильярдный клуб «Бест». Мы по-прежнему на «Лепсе 4». Заказ стола 58-74-14. Бильярдный клуб «Бест». Командная игра индивидуальностей. Всегда к вашим услугам японская и европейская кухни. Ежедневные скидки. Подробности в группе ВКонтакте. Культпоход. Огласите весь список, пожалуйста, как говорится. Вот три пригласительных, каждый на двух человек. Живую механику да Винчи в выставочном зале Вятского художественного музея. Генриетта Альбертовна Чапурина, заведующая выставочным залом, собственно, принесла эти пригласительные. Сейчас мы озвучим список. Итак, сегодня впервые мы в Культпоходе разыгрываем сертификат на 1 тысячу рублей от салона мужской одежды «Рамсей». Посещение любого культурного мероприятия, причем, вы думаете, культпоход, выставки, концерты, спектакля, просто немыслимо без соответствующего костюма. Да и повседневной жизни на работе, деловых встречах время заставляет выглядеть достойно. В салоне мужской одежды «Рамсей», в ЦУМе на втором этаже, вы всегда сможете освежить свой гардероб по приятным ценам. Опытные продавцы и консультанты помогут примирить на себя новый образ, поэкспериментировать со стилем. Милые дамы найдут там качественные и стильные подарки для своих мужчин, стильный галстук или ремень, и ваш мужчина будет счастлив. Приглашаем за новым образом салон «Рамсей» ЦУМ, второй этаж. Сертификат на 2 тысячи рублей в данный салон, еще раз напомню. Далее у нас есть сегодня билет в театр «Наспаска» и пригласительный билет на двоих на спектакль «Сон в летнюю ночь». У нас есть билеты в драматический театр. Подождите, не дозвучил. 11 февраля, суббота, 6 часов вечера. У нас есть билеты в драматический театр. Это сегодня, 3 февраля «Жизнь прекрасна» в 18.30. И завтра, 4 февраля, «Женитьба Бальзаминова» в 17.30. Отрадно, что с нами по-прежнему кинотеатр «Киномакс». Будем по традиции разыгрывать пригласительный билет на две персоны на любой фильм или любой сеанс в данном кинотеатре. Ну и тоже, как всегда, это очень радостно. У нас есть книги от магазина «Читай город». Книжки у нас, кстати, на столе лежат. Те, которые мы сегодня разыгрываем, можете зайти на сайт «Никил.ру». Я на них давно уже так посматриваю. Видеотрансляция. «История одного обмана». Книга, посвященная проблеме употребления алкоголя в российском обществе. Очень актуальное издание. Показан краткий, но при этом наглядный и правдивый исторический обзор о появлении и распространении алкоголя в нашей стране. Причем еще даже есть актуальная статистика и высказывание знаменитых врачей по данной проблеме. «История одного обмана». Вот такая книжечка, сейчас держу в руках, достаточно объемная, 200 с небольшим страниц. Следующая книжка еще. Да, есть книга Милана Кундера «Торжество незначительностей». Но это роман всемирно известного автора, где автор, прикрываясь обманчивой легкостью и шутливым тоном, рассуждает о невыносимой абсурдности бытия. Разыгрываем сегодня также еще книжку Дмитрия Пучкова, более известного под псевдонимом. «Гоблин». Книжка называется «Разведопрос. Наша победа» она называется. Автор беседует с историками на темы, касающиеся советской эпохи, в том числе войн и побед в истории нашей страны. И еще очень красивая книжка. Это «Атон Коротков. Карикатура непридуманной истории». Это самая полная энциклопедия обо всех жанрах и эпохах. Это кто, Максим Горький? Видимо, да. Алексей Максимович, я бы так сказал, похож. Но надо добавить, что эти и другие книжки вы можете купить в магазине «Читай город» по адресу Преображенская улица 65, торговый центр в театру, и Ленина 103А, торговый центр «Крым». И это еще не все. Не все. У нас еще билет на выставку «Неизвестный художник», который проходит в мраморном зале художественного музея на Карла Маркса 70. Там представлена работа Сергея Гавриляченко из Москвы. Она работает тоже 19 февраля. И еще у нас Краеведческий музей сегодня задействован. Во-первых, это выставка «Советские военнопленные в Норвегии». Мы неделю назад говорили как раз на эту тему. Это в главном здании Краеведческого музея на Спасской-6. И там же еще одна выставка «И вечная природа красота». Да, тоже в главном здании Спасской-6. Насколько я помню, выставка посвящена красоте нашей регионе. Да, нашей векской природе. Там тоже есть живопись. Запоминайте внимательно, что мы сегодня разозреваем, что потом лишний раз не переспрашивать, а что есть. На это просто много времени уходит. Но и перед тем, как будете нам звонить, 211-101, после того, как вопрос прозвучит, пожалуйста, убавляйте радиоприемник, чтобы нам было комфортно общаться. Генрията Альбертовна, предлагаем вам первый вопрос задать нашим слушателям. Итак, первый вопрос. Что не изобретал Леонардо да Винчи? Что не изобретал Леонардо да Винчи, да? Первое. Парашют. Второе. Водолазный костюм. Третье. Велосипед. Парашют, водолазный костюм и велосипед. Что товарищ да Винчи... Товарищ да Винчи не изобретал. 211-101. Ты знаешь, я честно говоря, я слышал запрос до эфира, я затруднился, потому что у меня такое ощущение, что этот человек изобрел вообще все, что мы видим. У нас уже есть звонок, кто-то знает, что он не изобретал. Парашют, велосипед или водолазный костюм. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Александр, вы неоднократный участник, судя по вашему голосу. Да, Леонардо не изобретал велосипед. Совершенно верно. Да, правда? Он был умный человек, он не изобретал велосипед. Не изобретал велосипед. А вы, Александр, где-то подсмотрели? Нет, ну я же не успел, просто знать надо. А парашют, соответственно, и водолазный костюм, так сказать, в арсенале Леонардо да Винчи имеется. Ну что, у вас самый большой выбор получается, потому что вы первый, кто победил у нас в культпоходе. Сертификат в салон... Рамсей. Да. Хорошо, хорошо. Не кладите трубку, пообщайтесь сейчас с нашим редактором, объяснит, когда и куда можно прийти и заполучить данный сертификат. Продолжаем играть, я Николаю предлагаю задать вопрос следующий. У меня вопрос всегда про рок-н-ролл, но я сейчас вспомню про одну барышню, которую многие уже забыли, хотя она жива до сих пор, и, как показал 2017 год, активно продолжает работу. Появилась она на европейских кранах телевизионных в 1973 году. Такая девочка небольшого ростика, вся в коже, с огромной бас-гитарой в руках, и которая при этом очень весело пела. Вот сейчас маленький фрагментик попрошу поставить. Давайте, пожалуйста, послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Песня очень интересная называется, она по-английски называется Can the Can, потому что по-русски можно перевести как «Законсервировать консервную банку». А суть ее создается в том, что нельзя законсервировать консервную банку точно так же, как нельзя поместить в консервную банку своего любимого мужчину. Девочку эту звали Сьюзи, и у меня вопрос такой с тремя вариантами ответа. Какова была ее фамилия? То есть звали ее Сьюзи Сью, Сьюзи Эмис или Сьюзи Кватра. Вот тот, кто ответит, получит следующий наш приз. Что, уже звонок? Уже звонок. Ох ты, я думал, никто уже не помнит. Вы не одинок в своем почитании данного. Я не почитаю Сьюзи Кватра, просто помню я хорошо. Правильный ответ прозвучал уже. Ой, господи. Ох, как же я лоханился. Ну, думаю, никто на меня не обидится. Слушаем вас. Алло. Алло. Да, как вас зовут? Меня зовут Сергей. Сергей. Кто пел? Сьюзи Кватра. Сьюзи Кватра, конечно. Он позвонил еще до того, как я сказал, между прочим. Так что я ничего ему не подсказал. Вы абсолютно правы, вы угадали. Это Сьюзи Кватра. На слуху ведь. Песня 73-го года. На слуху ведь. 73-го года песенка была ее. Что хотите получить? Если можно, книгу. Книгу? Их есть четыре. Какую именно? Какую? Вот вторую, какую вы назвали. Милан Кундера. Торжество незначительности. Да, да, да. Все, она ваша. Книжка такого карманного формата. Очень легко помещается. Но очень красивая. Да. В небольшую сумочку или даже в карман нагрудный. Хорошо. Здорово. Книжка ваша, Сергей. 211-101. Напоминаю, номер нашего телефона. Сейчас у нас будет следующий вопрос. Вопрос получается с меня. Я придумал сегодня три вопроса. Таких более современных. Намного позже, чем 73-й год. Просто я вчера заглянул в энциклопедию. Посмотреть, у кого день рождения. Сегодня, вчера, завтра. Вот, к примеру, вчера, 2 февраля, 40-летний юбилей отметила всемирно известная певица. У нее имя такое очень продолжительное. Вот я назову последние три слова. Изабель Мибарак Рипол. А вот первое слово в этом ее продолжительном... Под которым она, собственно, и известна. Да, под которым она, собственно, и известна. Для подсказочки могу... Вернее, наш звукорежиссер сейчас может запустить композицию, благодаря которой 15 или даже 16 лет назад эта певица стала всемирно известной. Давайте вспомним эту композицию. Очень современный вопрос. Давайте. Кто бы мог подумать, уже 40 лет. Я даже знаю, за кем она замужем, понимаешь? За футболистом она замужем. Сегодня говорили про футбол. Но я не скажу фамилию футболиста. А футболист, кстати, действующий, да? Действующий, по-прежнему, еще играет, да, выходит на поле. Кому 40 лет вчера исполнилось? Чей, собственно, голос вы только что услышали? Всемирно известная певица. Есть звонок у нас, да? Да, уже есть. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Андрей Жигалин у нас, да? Да, да, да. Здрасте, Андрей. Андрей, вы это знаете тоже, да? Ну, я думаю, что это Шакира. Конечно, Шакира. Шакира, Изабель, Мибара, Крипол, колумбийская певица. Что вы выбираете, Андрей? Ну, билеты в Киномакс. Билеты в Киномакс. Отлично, не кладите трубку. Наш редактор еще раз вам подскажет, куда прийти для того, чтобы билеты в Киномакс получить. Я, меж тем, билеты в Киномакс из нашего списка призов вычеркиваю, да? Вычеркиваю, черкиваю, потому что мне черкать нечем. Я только на тебя надеюсь. Никому не подарить. Я предлагаю сейчас все-таки прерваться на небольшую рекламу. И продолжим. Мы скоро продолжим розыгрыш. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Культ поход. Продолжается культ поход. 211-101. Еще раз напоминаю номер нашего телевизора. Николай Голиков. Владимир Смитарев. И наши гости. Генриетта Альбертовна Чапурина. Директор выставочного зала Вятского художественного музея на Карла Липмихта 71. У вас ведь еще замечательные музыкальные мероприятия проходят, да? Раз мы остановились на музыкальном вопросе. Можете рассказать, что будет в ближайшее время? Музыкальная гостиная работает у нас уже в выставочном зале четвертый год. Работаем мы с Вятской филармонией. Работаем мы со Станиславом Хусаиновым. Он ведет у нас цикл джазовых вечеров. И работаем с творческими такими личностями. И с молодыми, и не с не очень молодыми. И вот в февраль богат на концерты. Ближайшие в субботу, буквально завтра, у нас будет творческая встреча. Вечер с Константином Юдичевым, Ельевым Сокомниным и Сергеем Зыковым. Два инструмента. Гитара, флейта. В следующую субботу Станислав Хусейнов, Дарья Кораблева. Мы услышим песни в стиле ретро. И Галина Савина в последнюю субботу февраля. Это заслуженная артистка Российской Федерации. Это и порадует нас с романцами. Время начало, не сказали. Суббота. Суббота в 16 часов. Вход, соответственно, свободный или все-таки... Вход по билету на выставку. То есть два удовольствия. И выставка, и концерт. Два в одном. Вполне логично. Пришел на выставку, а тут еще и музыка. Еще три выставки. Это вообще четыре в одном. Да, да. Ну что, продолжаем играть. Генриет Альбертов, у нас следующий вопрос. А, нет, подождите. Все-таки давайте, Николай, напомним, что у нас осталось. Осталось у нас еще много. Очень много, да. Так, сертификата у нас уже больше нет. Будем в следующем культпоходе разыгрывать. Театр Наспасска. И пригласительный билет на двоих на спектакль «Сон в летнюю ночь». 11 февраля, суббота в 6 часов вечера у нас есть. Драматический театр. Спектакль «Жизнь прекрасна» сегодня, 3 февраля в 18.30. И спектакль «Женитьба» Бальзаминова завтра, 4 февраля в 17.30. У нас еще есть пригласительный билет на двух персон. Три пригласительных билета. Три пригласительных билета. В сумме на 6 персон получают. На живую механику. Выставка «Живая механика» до Винчи как раз-таки в выставочном зале Вятского художественного музея. У нас осталось три книги. «История одного обмана». Дмитрий Пучков, более известный как «Гоблин». «Разведопрос. Наша победа». И Антон Кротков. «Карикатура. Непридуманная история». Выставка «Неизвестный художник» в мраморном зале художественного музея на Карла Маркс 70. Работы Сергея Гавриляченко. До 19 февраля работает данная выставка. И еще пригласительная в Кривический музей. Да, опять же, на две персоны. В Кривический музей. Там выставки «Советская военнопленная в Норвегии». Уникальная совершенно выставка. И «Вечная природа красота». Это название выставки, посвященное красоте Вятского края. Большой выбор еще есть у вас, наши слушатели. 211. У меня глаза разбегаются. Даже не знаю, что бы я попросил. Пожалуйста, вопрос. Так, вопрос. «Современником какого художника являлся Леонардо да Винчи?» Первое. Рафаэль, Питер Рубенс, Клод Мане. То есть жили в одно время. Да, современники. Да Винчи и представлены художники. Еще раз повторите. Итак. Клод Мане. Предлагаем Рафаэль, Питер Рубенс, Клод Мане. Питер Рубенс, Рафаэль, Клод Мане. 211. Так, и тут же народ сегодня звонит очень быстро. Слушайте, они все знают. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Михаил. Ну, кто же был современником Леонардо да Винчи? Предположу, что Рафаэль. Совершенно верно. Бинго, вы угадали. Стан возрождения, конечно. И у вас есть возможность сейчас выбрать тот приз, который вам больше всего по душе. Два пригласительных на выставку да Винчи. Да Винчи. О, выбрали. Хотя оттого не выбрали. Такая выставка классная. На двух персон напоминаем, да, этот пригласительный. Не кладите, пожалуйста, трубку. Вам объяснят, когда и куда можно подойти за этим пригласительным. Николай, еще один музыкальный вопрос. Я продолжу, да. Раз уж я начал про Сьюзи Кватро, то продолжу. Дело в том, что в Советском Союзе ее узнали довольно-таки поздно. Уже где-то в конце 70-х. Когда она вместе с другим популярным у нас артистом, солистом группы «Смоки» Крисом Норманом записала вот эту вот песенку. Да, сейчас попробуем. Стамбллинг? Да. Дело в том, что песенку сочинила пара композиторов, которые сочиняли для очень многих рок-звезд, в том числе для групп «Свит», «Мат», «Смоки», для Сьюзи Кватро. И вопрос, как же звали пару этих композиторов? Я предложу три варианта, а вы скажите, кто именно эту песенку сочинил. Первый вариант — это Чин и Чепман. Второй вариант — это Том и Джерри. А третий вариант — это Сид и Нэнси. Вот как звали пару этих композиторов? Тот, кто скажет, тот, соответственно, получит и наш приз. Том и Джерри — это да. Это хорошо. Том и Джерри, Сид и Нэнси, Чин и Чепман — это все реальные персонажи рок-контрольного мира. Да? Да. Другое дело, кто же из них был композитором? Это псевдонимы или настоящие имена? Том и Джерри... Я можно скажу после того как-то? А, ну хорошо. Есть у нас звонок? Звоните, звоните. Господи, угадай-ка, ребята, мы вам подскажем. Итак, вам нужно выбрать из трех пар имен. Чин и Чепман, Том и Джерри, Сид и Нэнси. Кто же сочинил эту прекрасную песенку для Сьюзи Кватро, которая очень часто звучала и до сих пор еще, кстати, звучит во всех ретро-концертах? Конечно. А сколько уже песенки-то лет, кстати? 78-го года. 78-го года. Вот у нас есть звоночек. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Александр. Ну да как же звали этих удачливых композиторов? Ну, предположу, что Чин и Чепман. Совершенно верно. Это были Чин и Чепман. Они подняли очень многих родзвезд. Есть еще какие-то хиты их авторства? Слушай, я просто говорил, что вот группы такие, как Суит, Смоки и Сьюзи Кватро, почти все хиты ранних лет у них написаны этой парочкой. Они очень продуктивно работали в 70-е годы. Да сейчас, правда, не знаю, живы ли еще пока. Что вы выбираете из списка призов, которые у нас еще есть? А билеты есть в театр какие-то? Есть, конечно. Есть в драматический театр. Сегодня жизнь прекрасна в 18.30. Или завтра, 4 февраля. Женебе Бальзаминово в 17.30. И театр на Спасской у нас еще есть. Да. Театр на Спасской. Сон в летнюю ночь. Сон в летнюю ночь 11-го числа. А давайте сон в летнюю ночь. Хорошо. Сон в летнюю ночь. Билет ваш. Хорошо. Не кладите трубочку. Сон в летнюю ночь. Редактор вам объяснит, как вы получите этот билет. 11 февраля, суббота в 18 часов. Еще один вопрос с меня, да? Да. По поводу дней рождений. Вчера, значит, Шакире исполнилось 40 лет, а сегодня 35 лет исполнилось вот этой самой... Ну, она замужняя женщина, четверо детей, по-моему. Мадам. Пожалуйста. 35 лет кто это сегодня, 3 февраля, исполнилось ей. Это, кстати, песенка, по-моему, 2008 года. И она положила начало сольной карьере. Вот это исполнительница. Песня называется «Я не играю». Вот тут уже сразу. «Я не играю», но мы-то с вами продолжаем играть. Мы-то с вами продолжаем играть. И Старпи, как и Шакина играют. Здравствуйте. 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 Мне кажется, что это Вера Брежнева. Вера Брежнева. А настоящую фамилию знаете по рождению у нее при рождении? Нет, к сожалению. Не знаете? Галушка она была некогда. Вера Галушка. Там такая замечательная история. Вроде как продюсер группы «Виагра», когда узнал настоящую фамилию, Вера, и он сказал, не-не, ты Галушкой на сцене не будешь. А ты вообще откуда? Он спросил. А я с Украины. Днепропетровская область, по-моему. Ой, да ты же землячка, Леонида Ильича. Будешь Брежневой? Вот такая история ходит. Не знаю, было так на самом деле или не было. Но в любом случае вы правильно ответили. Правильно, правильно ответили. Я зовут Светлана. Я забыла представить. Да, Светлана. Очень приятно. Что вы хотите получить? Я бы хотела на «Женитьба Бализаминова». «Женитьба Бализаминова», «Драматический театр» завтра, в субботу, 4-го числа в 17.30. Здорово. Вы выиграли. Не кладите трубку, пообщайтесь с нашим редактором. Подскажет, куда, когда подойти за этим билетом. Гидрета Альбертовна, у вас есть еще вопросы к нашим слушателям? У нас призов-то еще масса. Вопрос, наверное, очень простой. Сколько лет прожил Леонардо да Винчи? 71, 67, 49. 71, 67, либо 49. Леонардо да Винчи, сколько же он лет прожил? Ну, учитывая, что это средневековье, тут сразу напрашивается. Ладно, не буду подсказывать. Сейчас нам подскажут правильный ответ. Я думаю, у нас сегодня очень умные слушатели собрались. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег меня зовут. Олег, очень приятно. Сколько прожил у нас Леонардо да Винчи? 49 лет. Нет, ответ неправильный. Неправильный? Ты сбил с пантелок уволоть людей. Вовы, и в этом многое подольше живы. 67 было, но 71 не прожил. Так, это вы уже подсказываете, видимо, тем, кто будет отвечать. Ну, давай это примем. Говорите, да. Он замечательный изобретатель был. Сначала я слушал вопросы, какое он изобретение не изобретал. Я думал, что он парашют не изобретал. Олег, так значит, вы говорите 67, да? Да. Ну, вот 67, да. Прекрасно, прекрасно. Для средних веков вполне ничего такая приличная цифра. Так это и для наших времен, знаешь ли, это уже выше среднего. Олег, у нас еще масса призов. Вы в курсе, да, что у нас есть, что вы выбираете? А вот как раз на выставку Леонардо да Винчи. Отлично. Отлично. Живая механика да Винчи в выставочном зале Авиакского художественного музея на Карлолипних Т71 до 19 февраля. Работает данная выставка. Пригласительный билет на двух персон достается именно вам. С кем вы, кстати, пойдете? С братом. С братом? А почему нет? Хорошо. Николай Детрубков, редактор вам объяснит, куда, где забрать этот собственный билет. Что, Николай мне показывает пальцем, что у него вопросов нет? Кончилось. Кончились вопросы. Я не больше вам вопросов. Ну, хорошо. Давайте еще про один день рождения. Это уже про завтрашнее число. 4 февраля. И это день рождения не человека, так скажем. Завтра 13 лет исполнится одному известному проекту. Был он запущен 4 февраля 2004 года. Для, так сказать, подсказочек я вот такие параметры назову. Регистрация на этом проекте бесплатная. Язык многоязычный. Посещаемость почти 2 миллиарда в месяц. Мозги, так скажем, этого проекта находятся в США, Калифорнии. Чистая прибыль за 2016 год почти 4 миллиарда баксов. 4 миллиарда баксов. Вот что это за проект такой, которому завтра исполнится 13 лет? Неожиданно? Неожиданно, да. Как-то я присвоил проект, как начал музыкальное. Сейчас я уже понял, что я изначально ошибся. Но тем не менее наших слушателей не проведешь. Это слово, по-моему, все мы знаем. Я уже понял. Алло, слушаем вас. Да, добрый день. Добрый, как вас зовут? Денис. Денис, вот регистрация, я сказал, бесплатная. Зарегистрирована на этом проекте? Конечно. Как называется? Фейсбук. Конечно, социальная сеть Фейсбук. Самая обширная на планете Земля. Поздравляем вас. У нас еще есть призы. Что вы хотите получить? А вот есть ли билет на завтра в драмтеатр? Есть. А, нет, нет, подождите. Нет, Женитьба Бальзаминова у нас уже выбрали. А выбрали? Да. Есть сегодня Жизнь Прекрасна 18.30. Есть еще книжки. Есть еще выставка неизвестных художников в мраморном зале Худмузея. Есть пригласительная в Кровеческий музей. Есть пригласительная в Кровеческий музей. На живую механику. Есть еще один. Вот, давайте на живую механику. Все. О, Генритра Альбертовна, здорово. Три билета сегодня принесли. И все мы у вас отнимем. Все разыграли. Все мы разыграли, да. Ну, у нас остается буквально минутка до конца культпохода. Тут уже нет смысла задавать вопрос. Насчет Тома и Джерри хочу тебе ответить просто. Да, ты знаешь, что под таким названием выступал в свое время дуэт Саймона и Игоря Фанкела. Такой очень известный дуэт, который, значит... Страна? Я что-то не припомню. США, да. Соединенные США. Даже это уникальный проект был в том, что у них в 70-м году вышла пластинка, где все песни, вошедшие на пластинку, заняли первые места в парадах по очереду. — Генрия Альбертовна, если говорить о более отдаленной перспективе работы выставочного зала, что там будет? Что планируете? — Да, очень интересная перспектива. — Давайте проанонсируем. Буквально минута остается у нас. — Если сейчас мы знакомимся с титаном раннего возрождения Леонардо да Винчи, то в конце марта мы познакомимся с титаном современного искусства в вязкой земле. Можно даже сказать, отечественного искусства рубежа веков XX-XXI. Это Александр Петрович Мочилов. Юбилейная выставка, приуроченная к его 65-летию. Он представляет династическую выставку, посвященную своей супруге, музе, поэтессе Людмиле Суворовой. И представляет не только свои произведения, но и работы своей дочери Александры, своих внуков. И я надеюсь, что все пять залов, которые займет художник, просто сделают некое открытие для всех наших гостей, горожан города. Так, день открытия назвали вы, да? Когда? День открытия 25 марта. 25 февраля. А, 25 февраля. 25 февраля. Сразу после праздников. Кстати, праздников в честь 23-го будет 4 штуки у нас. 4 выходных. Сразу после выходных можно будет заглянуть на данные мероприятия. Ну и на другие, конечно же, которые в выставочном зале присутствуют. Ну что, завершаем на этом программу культпоход. Я думаю, сегодня... Слушай, ну сегодня вопросов не хватило даже. Ну, не то чтобы массу, но хотя бы какие-то положительные эмоции мы сегодня нашим слушателям добавили, да? Ну и сами, думаю, их испытали. С помощью призов. Ну и нам, безусловно, конечно, приятно заниматься таким хорошим делом. Спасибо, Генриета Чапурина, директор выставочного зала Вятского художественного музея на Карла Липнихта 71. Заглядывайте в выставочный зал. Николай Голиков, Владимир Сметанин. Культпоход заканчивается. Я, кстати, не прощаюсь. Вернусь через 20 минут в программу. А я до понедельника. А в понедельник у нас будет мужской понедельник. И что-то мне подсказывает, что с мужчинами в гостях. Всего хорошего. Будет так. Да. Культпоход. Только уверенный в себе, спокойный и самодостаточный человек так точно бьет по шарам. Здесь счет идет не на секунды, а на минуты и часы расслабляющей игры на бильярде. Убедитесь сами. Приходите в бильярдный клуб «Бест». Мы по-прежнему на Лепсе 4. Заказ стола 58 74 14. Бильярдный клуб «Бест». Командная игра индивидуальностей. Всегда к вашим услугам японская и европейская кухни. Ежедневные скидки. Подробности в группе ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...